Всем привет! Одними из самых желанных смартфонов прямо сейчас являются Samsung Galaxy S10 Plus и Huawei P30 Pro. Представлены они с разницей примерно в месяц и стоят примерно одинаково. Этот вот 77 тысяч рублей, а вот цену P30 Pro пока скрывают, станет известна она в первых числах апреля, но в Европе он стоит 1000 евро. Ну да, примерно одинаково. Давайте их сравним по игровым возможностям. Этот на Kirin 980 построен, а Samsung у меня на Exynos 9820. Можно было бы, конечно, взять для этого сравнения Snapdragon версию Samsung Galaxy S10 Plus, но это видео получилось бы немного оторванным от российского рынка, потому что в России продается официально только Exynos версия. Но если вам все-таки интересно знать, как Snapdragon версия S10 Plus ведет себя в сравнении с Exynos версией, то посмотрите наше отдельное видео. Мы сравнили там два S10 Plus на разных процессорах. Если вы зашли сюда за полным подробным сравнением этих двух смартфонов по разным аспектам, по автономности, по экрану, по камере, то такое видео мы тоже готовим. Но прямо сейчас захотели сравнить их игровые возможности, потому что это интересно, на мой взгляд. Kirin, Exynos, кто лучше? Сравним сейчас. Пользуясь случаем, скажу, что мы запустили в Телеграме два канала. Один канал чат для живого общения. Кидаем туда примеры фото, делимся первыми впечатлениями от телефонов, выкладываем там скриншоты троттлинга и прочее. Ну и ребята там общаются. Там интересно, заходите, подписывайтесь. А второй канал про скидки. Собираем для вас самые интересные акционные предложения, самое горячее, самое прикольное. Наверняка найдете что-нибудь интересное для себя. Подписывайтесь. Ссылки на оба канала в описании. Для начала все, как вы любите, синтетические тесты. Понять, где какой телефон очень просто по вырезу под камеру. У Самсунга отверстие в экране, а у Huawei такая вот капелька, я еще называю сосочек его. Итак, Antutu первый прогон 330 с половиной тысяч у Самсунга и 289 у Huawei. Это второй прогон, это третий прогон, четвертый, пятый. Превосходство Самсунга очевидно, однако не спешите делать какие-либо выводы. А это графики троттлинга ЦПУ. Тоже не нужно делать пока никаких далеко идущих выводов, но давайте посмотрим на цифры. Троттлинг у Самсунга составляет 25%, то есть после нагрева производительность снижается до 75%. А у Huawei троттлинг аж 39%, то есть падение производительности довольно-таки внушительное. Однако по вычислениям мы видим по цифрам, что примерно близки они получаются. Однако у Huawei есть козырь в рукаве, он называется производительный режим. Вот смотрите, даже в шторке имеется иконочка под него. Цифры совсем другие. Да, троттлинг все равно получается довольно-таки внушительный, но быстро охлаждается телефон и быстро набирает опять максимум. И цифры получается уже выше, чем у Самсунга. А это графики GFXBench. Мы видим, что Huawei здесь и максимальное значение показывает ниже, чем у Самсунга. И троттлинг у него довольно-таки сильный. 1449 фреймов всего против 2200 фреймов у Самсунга. Причем Samsung-то вон аж на 20-м прогоне где-то приседает, а Huawei на 10-м. Однако, если мы посмотрим на производительный режим у Huawei, то увидим, что троттлингу он сопротивляется гораздо сильнее. Упорный такой. И среднее значение получается вот в районе 2200, наверное, с пиками до 2750. А у Самсунга вот так вот. То есть получается, что при сильном троттлинге в производительном режиме Huawei ведет себя бодрее, чем Exynos. У Самсунга тоже есть режим производительности, но, к сожалению, какого-то существенного влияния, да даже вообще никакого влияния на повышение скорости в играх он не оказывает. Однако, для частоты эксперимента мы будем запускать игры на Самсунге в режиме высокой производительности и в разрешении Full HD+, потому что у Huawei тоже разрешение экрана Full HD+. И у Huawei мы будем ставить по умолчанию обычный режим производительности. Если увидим, что Huawei подлагивает, то будем включать производительный режим и показывать вам, что изменилось. Чтобы не было недопониманий, на Самсунге мы будем запускать игры вот в этом режиме высокая производительность и в разрешении Full HD+, вот в таком вот. У Huawei будем запускать по умолчанию в обычном режиме, не в производительном, галочка будет отключена. Однако, если мы увидим, что Huawei не справляется, лагает, будем включать производительный и отдельно показывать, как он ведет себя в производительном режиме. Разрешение экрана у Huawei Full HD+, выше нет. Перед вами игры, в которых мы будем тестировать эти два устройства. Первой игрой будет Asphalt 9. Посмотрите, уже в гараже есть разница. До 27 фпс падает у Exynos. 26 фпс сейчас даже было. Кручу-верчу машинку, как хочу. Так, и что у Huawei здесь? 29 фпс, 30. Запущу игрушки одновременно, заодно посмотрите, как в менюшке фпс ведет себя 25 фпс, 24 здесь. Ну, как так-то? Здесь обычный режим, напомню. Здесь высокая производительность стоит. Но высокая производительность, как я уже сказал, она не влияет реально на игровую производительность. Начинаем. Так, гоночка началась. Я не буду управлять, чтобы не перекрывать экран пальцами. Пусть они едут. Так, татататэн. 29, 31 фпс. Хотя нет, хотят, чтобы я что-то вмешался. Не вижу существенных просадок у Exynos. Но фпс там на 1, 2 падает. Вот 30, а на 27 сейчас было. Так, Samsung подпрыгнул. Huawei подпрыгнул. В общем, у меня нет нареканий ни к одному телефону, ни к другому. В асфальте идут хорошо. Спасибо, GameLoft, за оптимизацию. Азиатская жесть с девчонками. Графика будет вот такая. Кастомная, 60 фпс, высокое разрешение. Короче, все, что есть, все включено. Сейчас попробуем. Первым будет Samsung у нас, как вы поняли. Счет лагает, 43 фпс там, 51, 49. Ну, игра очень динамичная, 47 фпс. И, конечно, вот такие вот просадочки отвлекают. А это у нас Huawei P30 Pro. Тот самый, который в бенчмарках существенно сливал Samsung. Ну, как видите, при тех же графических настройках, при той же динамике боя, держится постоянный фпс. Еще раз отмечаю, что режим производительности обычный. Игра Creative Destruction, Fortnite, подобный тайтл. Fortnite показывать с фпс не получается, потому что для вывода фпс необходимо использовать режим отладки USB. И Fortnite это не нравится, он думает, что это чит и блокирует вывод фпс, просто выкидывает из игры. Так что будем играть в клон. Что получается здесь? 60 фпс пока идет. Смотри, телефон нагрелся, что-то яркость вырубил. Прям при вас-то было. Видели же, да? Это не я там руками залез. Автояркость выключена. Это он реально вырубил. Да, у Samsung есть такой косячок. У iPhone, кстати, тоже есть. Когда телефон перегревается, яркость убирается. А первый, мне кажется, был в этом деле LG. LG прям любил от нагрева яркость вырубать. О, лагал! Видите, как сейчас лагает? 27 фпс. 28. 39 градусов температура батареи. 35 фпс. 29. Нереально. Давайте я сейчас прячусь в домик и перезайду с другого телефона в этот же матч. Стремительно перезашел в матч. Сразу бой. Ненавижу Fortnite из-за вот этого гребаного строительства. Иди сюда на честный бой. Я вырос на Куэке. На думе. И там такого говна не было. Чё ты прячешься? Прям не люблю Fortnite из-за этого. Фпс. Чё? Телефон тоже прогрелся. 38 градусов у него уже. Но фпс-то 50. Вот просадочка. 54. Ещё он кто-то там. Тоже будешь прятаться за стенами. Ой, крысы. Ой, крысы. Любители Fortnite, извините, но я вообще не понимаю. Вот этот вот геймплей. Когда нужно сражаться, вроде как динамичная игра. А ты занимаешься строительством вместо этого. Ну, если вам нравится строить, ну, идите строить, не знаю, в Тимпарк, в Симсах там. Давайте сражаться, честно. Там раз на раз на автоматах. Вот это всё. 48 фпс, 41 прогрелась, да. Но там-то было 25. И тут температура батареи уже 41. То есть, он нагрелся, да, сильнее, я даже ощущаю это по корпусу. А фпс выше почти в два раза. Итак, я почти дошёл до самого конца. Но Samsung, смотрите, но надумался. И теперь не понижает яркость. И фпс что-то более-менее держит. Что случилось, Samsung? Тебе стало стыдно, что мы там сняли, что ты сильно лагал? Решил реабилитироваться? Ну, ладно. У нас ещё много игр впереди. Так что посмотрим. По фпс вы поняли, да, что это игра ARC. Оба смартфона чувствуют себя не очень хорошо. Samsung опять понизил яркость. Типа думал, сейчас остынет из-за этого. А вот у Huawei здесь что-то всё прям печально. Давайте мы, знаете, что сделаем? Поставим режим производительности. Так, батарея, производительный режим. Всё, включаем. Ну, окей. Что получится сейчас? О, фпс. Устал 30. Ничего себе, вот это прикол. Чтобы удостовериться, что это не баг, давайте я вот так встану. Листозавр, он не ест, меня не съест. Так, выхожу. Сюда. Убираю производительный режим. Открываю игру. Было 30. Стало 16. 12. То есть, ребята, вот что производительный режим делает. При вас. Реальное время. Ничего не меняю. Никуда там не перезахожу. Никаких фокусов. Фпс выше почти в два раза становится. Ты реально его унижаешь. Что тут Samsung? Давайте посмотрим. Он понизил яркость нам очень жёстко. Очень жёстко понизил яркость. Смотрите, она максимальная. Автояркости нет. И лаги. И лаги идут. 19 фпс, 18. Я, конечно, понимаю, что фанатам Samsung это не понравится. То, что они наверняка напишут какие-то причины. Например, одна из причин в комментариях, вот я встречал два раза уже, это что ты, говорит, из Азу ничего не выгружаешь. Ну, как ничего не выгружаю? Вот. Вот что всё сейчас в памяти висит. Игра. Приложение для вывода фпс. Настройки полноэкранные. Да и температура. Вот что из этого может жрать столько кадров. Прикольненький зомби-шутер. Очень высокая графика. 60 фпс. Разрешение высокое. И давайте посмотрим. Смотрите, какая стильная графика. 60 фпс идёт. Так. 61. 60. Очень классная игра. Играл я, правда, в неё минут 20 всего, но она мне уже понравилась. Просадок пока нет никаких. Всё идёт здорово. А как обстоят дела у Самсунга? Как обстоят дела у тебя, Самсунг? Так. Сюда же идём. Я что-то не растянул его на весь экран, поэтому у него небольшая фора, сейчас разрешение поменьше. Ну, обрезка идёт до камеры. И тем не менее, 50 фпс сейчас было. 49 фпс. 53. 50. Ну, очевидно, что в этой игре лучше ведёт себя Huawei P30 Pro. 47 фпс. Ну, чё такое-то. Мир танков. Я не знаю, зачем просит её показывать в игровых тестах флагманов, потому что она давно вообще не лагает на флагманах, начиная с 835-го, наверное, снапдрэгона. В хорошей реализации 835-го снапдрэгона. Ну, чё-то просит и просит. Бывает так, знаете, даже в комментариях. Всё хорошо, отличное видео, но танки не показал, лови дизлайк. Эй, танкисты, вы чё такие агрессивные-то? Вот это вот реально последний раз, когда я показываю мир танков в игровом тесте. Потому что, ну, бессмысленно. Все современные хорошие телефоны тянут её на максимум. Даже середняки очень многие хорошо тянут. Не буду показывать, ну, Huawei даже. Ну, смысл какой. Всё отлично же. Shadowgun Legends оставил на серединку, чтобы дополнительно в середине теста она прогрела наши телефоны. У Huawei сейчас 40 градусов, у Samsung 38,9. Но Samsung опять яркость понизил, видите, он тусклый сейчас, потому что перегревается. Идёт игра примерно 3 минутки. FPS слева наверху, там 30 с лишним, здесь 40 с лишним. На обоих смартфонах сейчас что-то активировался сильный троттлинг. У Samsung 20 FPS было. А у Huawei понизилось 45 до 30 с лишним. Huawei сейчас в обычном режиме, не в производительном. Производительный я отключил, когда проверил на арке. Итак, давайте сначала поиграем на Samsung. Чё, как здесь происходит. Немного. 38 FPS. Играть неприятно. Ультра графика. Видны вот эти вот микрофризы. Печальненько немножко. 35 FPS, 33, 25 лакбул, 27. Я отмечу, что в этот раз, в этом игровом тесте, я прогрел Exynos версию сильнее, чем когда сравнивал Snapdragon и Exynos S10. Здесь что-то пожёстче у меня сценарий показа игр. Ну, это и хорошо. Такое экстремальное, знаете, экстремальное условие. Huawei нагрелся. 35 FPS у него сейчас. 36, 37, 40. Ну, слушайте, даже в обычном режиме пока он ведёт себя лучше, чем S10 Plus на Exynos, как некоторые просят меня говорить. Exynos 9820. А меня коробит слово Exynos. Он, знаете, слово созвучно со словом Excellent. То есть великолепно. Я не могу сказать, что Exynos великолепен, поэтому никакого Exynos от меня не ждите. Он был у меня Exynos и будет всегда Exynos. Вот так вот. FPS выше у Huawei почти в два раза сейчас. И это в обычном режиме. Давайте я это... Так, это, друзья, производительный режим. 39 FPS, 44. Здесь очень много всяких крутых эффектов. Сейчас 37. Вау, вау, изи, изи. 25 FPS, 32, 37. Всё, телефон очухался. Чё дальше получается? Производительный режим P30 Pro. 40 FPS. 47, 37, 55. Ну, тянет, знаете, лучше, чем Samsung на Snapdragon, 855. И лучше, чем Samsung на Exynos. Чё здесь происходит с Samsung? 33 FPS, 37, 36. Он опять яркость понизил. 29, ну, 25. Трэш, 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 корейский трэш. 22 FPS, 26. Блин, играть неприятно, откровенно неприятно. Итак, с вами Samsung на Exynos. Понизившая яркость. И фризы. 19 FPS, 18. Прям лагает она, очень круто. Очень круто. Мы планируем камеру, кстати, обновить у себя, чтобы записывать игровые тесты в 60 FPS, потому что, ну, не так наглядно, конечно, сейчас все эти лаги и прочее. Вот такие настройки у меня графики сейчас стоят. Разрешение экрана стопроцентное. Там вот это всё активно, там не активно. Фантастика стоит. То же самое у Huawei. Так. Посмотрим, чё тут у Huawei. Сразу покажу настройки, что такие же яркости. Вот. Яркость хорошая, да? Не то, что у Samsung. Так. 24 FPS, 29, 28, 25, 26, 22. Тоже лагает. Да. Но лагает примерно так на 5-10 FPS меньше. Это обычный режим производительности, как я и обещал. Изначально запускаем всего в обычном режиме, и потом, если встречаем лаги, я активирую производительный режим. Производительный режим дал нам прирост примерно на FPS так в 10. Я поставил, кстати, 60 FPS в настройках, но с фантастической графикой. Даже 30-ка еле даётся этим телефоном. Но настройки тут гибкие, тут их полно. Оптимизации, конечно, никакой нет. Так что играйте, настраивайте под себя. Знаете, ситуация с яркостью меня реально беспокоит немного. Вот Huawei, смотрите, 100% яркость. И у Samsung сейчас при нагреве вот чё. Ставь адаптивную, не ставь адаптивную. Всё равно ограничение жёсткое. Если есть возможность, уберите Snapdragon-версию, товарищи. Смартфон куплен в магазине TechnoKit. Есть и топовая версия с терабайтом памяти. Есть и версия послабее в керамике на 512 гигабайт. Ну и обычная версия тоже есть. Вот их цены, цвета. Заходите, покупайте. Ссылка в описании. Guns of Boom. Название игры справа наверху, если вы ещё не поняли. Идёт игра тоже очень хорошо. На почти всех флагманах. На почти уже всех середняках. Ну, порсили показать. Я давно не показывал, так что покажу. Наверное, тоже последний раз, как и танки. Потому что смысла реально нет. Идёт 58 в PS60. Ну, прям здорово идёт. Так что давайте поговорю лучше про динамики. Сейчас убью комментов. Не, не убил никого. У Samsung стерео динамики. Причём стерео хорошая. Голосовой динамик не сильно тише мультимедийного. И вот нет такого ощущения, знаете, что звук откуда-то в основном справа идёт. Здесь он почти с центра идёт. Почти идеальные динамики у Samsung Galaxy S10+. Прям круто. Мне нравится. Давайте сейчас постреляю с максимальной громкостью. Чтобы вы прониклись и почувствовали. Так. Слышите, да? Очень круто. А это Huawei P30 Pro. У него один динамик справа. По громкости он уступает Samsung. Он звучит чуть глубже. Не скажу, что более качественно. Ну, хороший качественный динамик, но он один. Слева динамика нет никакого. Голос собеседника передаётся через вибрацию в экране. Я пока, честно признаюсь, ни с кем ещё не разговаривал. Потому что 2019 год и разговаривать по телефону как-то... Ну, не знаю. Странно, что ли? Звук идёт только справа. Это не круто. В шутерах прям вообще не круто. Да не только в шутерах. Ну, реально, это прям... SoW 2016 год какой-нибудь, когда стереодинамики ещё не вошли так плотно в обиход. Ну, ни о чём. Игра Xenoverk. Про инопланетян. Так. 40 FPS. В смысле 40 FPS? Samsung. Я давно такого не видел на флагманах. Напомню, что разрешение выставлено Full HD у этого телефона. Не Quad HD+. А то будете подозревать там меня. 49 FPS. 50. 4850. Короче, идёт хорошо для середняка, но не для флагмана. Так, а это Huawei P30 Pro. Режим производительности обычный. И FPS не очень тоже что-то. 44, 48. Ты меня тоже расстраиваешь, Huawei, как Samsung. Ну, ладно, у тебя есть спасительная палочка, да, в лице производительного режима. Сейчас посмотрим, как она тебе поможет, не поможет. Было 45 FPS просадки. Сколько станет. Где меняется режим производительности? В батарее. Заходите, жмёте, включите, всё. Всё, 60 FPS появилось сразу. Идёт гораздо приятнее для глаз. Ну, что, производительный режим помогает, друзья. Если вы реально заядлый игроман, то включайте производительный режим. Не на постоянку можете даже включать его. Включайте, когда играете. И лагов как не бывало. Всю боль от низкого FPS как рукой снимет. Неонхром. Идёт она на самсе хорошо. Даже с эксиносом. Ребят, кто называет процессор эксинос? Вы серьёзно считаете, что он экселент? Экселент чипсет. Пока, по моим наблюдениям, эксинос сливает Snapdragon 855 и Kirino 980 по быстродействию в играх, по модемной части, то есть по связи LTE, по автономности, судя по всему, тоже. Ну, я же пользовался Samsung и с экси, и со Snap'ом. Примерно по две недели ходил с тем и с тем. Ну и Snap'-версия показалась мне более автономной. Кстати, Snapdragon-версию я продал, потому что она с зелёным корпусом. Я заказал себе Snapdragon-версию в таком же цвете. Мне этот цвет показался лучше. Придёт, сравним ещё раз его с эксиносом по ряду аспектов полностью целиком, и потом я эксинос-версию продам, потому что брак ходячий. А это Huawei P30 Pro в обычном режиме производительности, и мне не нравится, сколько FPS он выдаёт здесь. Что-то... Прям не очень. Huawei, ты хочешь режим высокой производительности и в этом тайтле? Хочешь? Ты его сейчас получишь. 38 FPS. Конечно, никуда не годится. И наблюдаем. 60 FPS. Да, как по маслу идти стала игра. Конечно, на видео вы не видите. Мы видео снимаем в 25 FPS. Но поверьте мне, вживую это просто нереальная разница. PUBG я буду запускать с настройками GFX Tool. Разрешение Full HD. Графику поставлю HDR, FPS 60. Ну и остальное вы видите. Вот с такими настройками я буду запускать её и на Samsung, и на Huawei. Samsung Galaxy S10 Plus. Флагманский корейский смартфон на лучшем корейском чипсете Exynos 9820. Демонстрирует с настройками GFX Tool вот такой FPS. 46 было. Так. Ты бот или не бот? Если ты не бот, то ты очень плохо играешь. Потому что я вообще не был готов к тебе. 47 FPS. Нифига себе, он набрал уже точно не бот. Что ж ты набрал-то всего и про этого так стрёмно-то проиграл, пацанчик. 47, 50, 52, 44. Неплохо идёт, но могло было быть лучше. Давайте я сейчас зайду с Huawei сюда, на этот же аккаунт. Спрячу столько, типа. О, 41 FPS. Видели, да? Так. Переподключился к матчу с Huawei P30 Pro на Kirin 980. Настройка производительности должна быть обычная. Да, обычный режим активен. И что, FPS меня радует? 60, 57. Там было до 40 с чем-то. Здесь 60. А 60 больше, чем 40. Следовательно, лучше. Вот такая у меня железная логика. Я не буду переходить в производительный режим, потому что и так всё супер. Mobile Legends Bang Bang. Хочу, чтобы вы смотрели не только на счётчик FPS, но и на пинг. Сейчас он 84 мс. Симка МТС-овская стоит, не мегафон. Чуть решила поэкспериментировать. Он 79, 80, 90 мс. FPS, кстати, уже просадочки идут, и я ещё даже не в самой жаре. Так. Чё такое? Давай-давай. Бей. Бей, Кимми. Наказывай, Кимми. 51 FPS, 53. Пока меня наказывает смартфон Samsung. Это флагман, который выдаёт меньше 60 FPS в довольно-таки, ну, скажем так, нетребовательной игре. 55. 81 мс. 97 мс. Посмотрим, как у Huawei будет пинг. Это Huawei P30 Pro. Пинг 82 мс. 80. 85. 51 FPS. Да, просадочки неприятные, при том, что здесь GPU Turbo, но мы видим, что просадки здесь случаются. Так что я... Чё, смотрите, в этой игре какая фигня есть. Нужно три раза провести, чтобы вызвать кнопки. И FPS всё ещё высокий. Пинг стабильнее у Huawei с той же сим-картой МТС. Я про связь ещё отдельно скажу в подробном сравнении двух Samsung'ов на Exynos и Snapdragon. Ну, как я уже обещал. Достану не только мегафоновские симки, но и, может быть, Beeline, или МТС ещё возьму. И сравним скорость и стабильность. Возможно, Samsung на Exynos не дружит с мегафоном. Я не исключаю, что, может быть, такая проблема. Напоследок оставили эмулятор. DELFIN эмулятор называется. GameCube Zelda. 27 FPS, там, 24, да, 24, 22, 18, 15, 12. Оба девайса не тянут эмулятор. У Huawei режим высокой производительности. Давайте посмотрим, повлияет ли это как-нибудь. Так, что мы видим? Просадочки вроде и там, и там. Всё ещё. Хотя нет, смотрите, 16 было, 22, здесь 30 держится. То есть, режим высокой производительности помогает ещё и в эмуляции. Не обязательно убрать Snapdragon, значит, там можно взять Huawei с Kirin. Только не забыть включить самую полезную опцию на этом телефоне. Выводы очень интересные, друзья. В синтетических тестах, в бенчмарках Huawei вчистую проигрывает Samsung. Там разница очень большая и Samsung, по идее, в теории, должен был быть лучше. Но, как показали реальные игры, реальный тест, почти всегда Huawei P30 Pro лучше. Даже в обычном режиме, а в производительном вообще никаких сомнений нет, Samsung уступает на Exynos 9820. При этом, Kirin 980 по-разному оптимизирован в смартфонах. В Honor View 20 он ведет себя очень хорошо, примерно как вот здесь вот, а вот в Mate 20 и Mate 20 Pro похуже, особенно Mate 20 Pro, он там троттлит прям сильно. Делать выбор между этими двумя телефонами исключительно по игровым возможностям я бы не стал, поэтому, если, конечно, вам игры важны, ну, можете уже сразу ставить крест на Samsung, например, и выбирать себе Huawei. Однако, если вы играете время от времени или вам достаточно того FPS, который вы увидели, то дождитесь нашего подробного сравнения. Мы поговорим там об автономности, об интерфейсе, о звуке, о многом другом. Игры это лишь малая часть. Я честно скажу, с Samsung я вот хожу последний месяц с Exynos и Snapdragon. Мне он очень нравится. Да, камера у него не идеальная, в играх, да, он не идеален, но все же того, что он дает, мне хватает. P30 тоже хорош, поэтому мы разложим все по полочкам, расскажем вам и вы сделаете свои окончательные выводы, что из них лучше. Спасибо за внимание, друзья. Если вам понравился этот тест, то жмите лайк. Если вы не наш подписчик, то подписывайтесь скорее и не забудьте поставить колокольчик, чтобы получать оповещения, уведомления о выходе новых видео. Готовим много всего интересного, оставайтесь с нами. С вами был Евгений, мы был телефон.ру. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok